Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов за возможность выступить на этой замечательной конференции. И если говорить о том, как, собственно, меняется наш фармацевтический рынок, то мы с вами видим, что за последние десятилетия достаточно большое количество таргетных препаратов вышло на рынок. И что касается новых химиотерапевтических и новых иммунотерапевтических препаратов, то их количество на сегодняшний день существенно меньше. Но это отнюдь не умаляет той постоянно возрастающей роли иммунотерапии, которую мы обсуждаем сегодня. Если говорить о том, какие, собственно, инновационные препараты появляются в последнее время на фармацевтическом рынке, то, конечно, это препараты, которые используются при достаточно неблагоприятном прогнозе пациентов, когда ожидаемая продолжительность периода дожития составляет около года, и в среднем они увеличивают продолжительность жизни на полгода. При этом мы должны с вами помнить о том, что инновационные препараты – это почти всегда препараты крайне дорогостоящие. И если в 2000 году среднюю стоимость лечения пациента инновационным препаратом в течение месяца составляла в Соединенных Штатах около 1000 долларов, то уже в 2014 году она превзошла величину в 10 тысяч долларов в месяц. То есть мы понимаем, что расходы растут, они растут достаточно быстрыми темпами, и рост эффективности не успевает за этим ростом стоимости. То есть мы понимаем, что каждое следующее улучшение прогноза дается нам путем все больших и больших затрат. И, естественно, объем финансирования здравоохранения влияет и на результаты лечения. Вот мы с вами видим, что в Австралии при раке предстательной железы пятилетняя выживаемость составляет около 89%, в Уганде – это 46%. При раке молочной железы в Соединенных Штатах пятилетняя выживаемость 89%, в Иордании – 43%. Если брать острый лейкоз у детей, то в Германии пятилетняя выживаемость составляет 92%, в Монголии – это 34%. И если говорить о показателях Российской Федерации, то, конечно, мы с вами опережаем очень многие африканские страны и очень многие страны Ближнего Востока. Но нам-то с вами, конечно, всегда хотелось бы сравнивать нашу систему здравоохранения с европейской. И вот мы с вами видим, что по результатам того же самого эпидемиологического исследования Конкорд-2 пятилетняя выживаемость при раке молочной железы в Российской Федерации существенно ниже не только по сравнению с Францией и Германией, с которыми мы традиционно сравниваемся, но и по сравнению с Польшей, Румынией, Болгарией и странами Прибалтики. То, что объем финансирования здравоохранения влияет на исходы лечения, было очень четко показано на примере стран Европейского Союза. Вот мы с вами видим, что в странах, где расходы на здравоохранение минимальны, это такие страны, как Румыния и Польша, и отношение смертности и заболеваемости в онкологии существенно выше, чем в таких странах, как Франция, Италия, скандинавские страны, где финансирование здравоохранения гораздо значительнее. Что мы можем сказать о государственных расходах на здравоохранение в Российской Федерации? Ну, к сожалению, мы с вами видим, что на сегодняшний день они составляют от 3 до 4 процентов волового внутреннего продукта, тогда как в абсолютном большинстве развитых стран на сегодняшний день это 7-9 процентов волового внутреннего продукта. Более того, мы с вами видим, что у нас за последние десятилетия нет никакой позитивной динамики в этом отношении. Но, тем не менее, мы можем надеяться на увеличение объема финансирования, поскольку, наконец, уже и первые лица нашего государства начали говорить о том, что, да, действительно, объем расходов на здравоохранение необходимо увеличивать. Тем не менее, нужно сказать, что во всех странах не хватает денег на здравоохранение, и поэтому тем или иным образом формируются некие ограничительные перечни и в той или иной степени, но ограничивается доступ пациентов к дорогостоящему лечению. По-разному относятся к этому в разных странах. Если мы с вами посмотрим на Канаду, то там, как правило, не отказываются от возмещения затрат, но используются механизмы cost-sharing, то есть идут переговоры между производителями и государством о необходимости снижения цены на те или иные инновационные препараты. Что касается Великобритании, то вот мы с вами видим на примере этого исследования, что почти в половине случаев все-таки происходит отказ от возмещения затрат на те или иные инновационные препараты в связи с недостаточно высокой экономической эффективностью терапии, и только в 17% случаев мы видим безоговорочное включение инновационных препаратов в эти перечни. Поэтому на сегодняшний день мы с вами обречены оценивать не только клиническую эффективность и переносимость терапии, но нам нужно обязательно оценивать и эффективность фармакоэкономическую. С этой целью, как правило, используются моделирующие исследования с построением марковских моделей. Простейший вариант этой марковской модели представлен на слайде. Чаще всего в онкологии используется именно такая модель, включающая три состояния. Это состояние допрогрессирования, прогрессирование и смерть пациента. И здесь уже говорилось, что в качестве интегрального показателя чаще всего в фармакоэкономике используются два показателя. Это затраты на один дополнительный год жизни и затраты на один дополнительный год жизни с учетом качества. И, конечно, это большое счастье и большая удача, что на сегодняшний день уже в Российской Федерации мы можем пользоваться не только западными данными по качеству жизни пациентов, но и нашими отечественными данными, которые блестяще представляла Татьяна Ивановна Ионова. И, наконец, самый важный вопрос. А сколько мы готовы заплатить за этот один дополнительный год качественной жизни? И мы с вами понимаем, что эта пороковая величина зависит и от уровня развития экономики страны в целом, и от объема финансирования здравоохранения. Если говорить о Соединенных Штатах, то, как правило, в качестве такой пороговой величины оценивается величина в 100 тысяч долларов на один дополнительный год качественной жизни. По европейским странам это, как правило, величины от 30 до 56 тысяч евро. Что касается Российской Федерации, то мы с вами можем опираться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которыми приемлемый уровень эффективности затрат – это утроенная величина волового внутреннего продукта на душу населения. То есть, если затраты на один дополнительный год качественной жизни не превышают в Российской Федерации 1,7 млн рублей, то это медицинское вмешательство может рассматриваться как экономически приемлемое. Но нужно сказать, что ни в одной стране мира механистически эти пороговые величины не используются. Дело в том, что есть четкое понимание того факта, что в онкологии, в онкогематологии гораздо сложнее достичь улучшения прогноза пациентов по сравнению с другими областями медицины. И вот мы с вами видим, что в Соединенных Штатах, где рутинно пороговая величина 100 тысяч долларов на один дополнительный год качественной жизни, средняя эффективность затрат на онкологические инновационные препараты составляет уже 150 тысяч долларов. Ну и более того, мы с вами видим, что с каждым годом эта величина растет. И если говорить об инновационных препаратах, которые вышли на рынок в 2014 году, то затраты на один дополнительный год качественной жизни уже достигли 200 тысяч долларов на один дополнительный год качественной жизни. Кстати, тут уже только что затрагивался вопрос о том, что мы должны оценивать, влияет ли препарат на продолжительность жизни или только на качество жизни. Но вот если говорить о мнении американских онкологов, то они считают, что пороговая величина для тех препаратов, которые не только повышают качество жизни, но и увеличивают ее продолжительность, должна быть выше по сравнению с теми препаратами, которые влияют только на качество жизни. В Великобритании та же самая ситуация. Мы с вами видим, что в онкологии эти пороговые величины примерно в полтора раза выше по сравнению с рутинными величинами. Ну и если говорить о наших российских реалиях, то для ряда препаратов, которые на сегодняшний день входят в перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов и используются в клинической практике, тоже этот коэффициент эффективности затрат существенно выше той пороговой величины, которую мы с вами только что озвучивали. Вот, например, применение пиметрекседа во второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого характеризуется коэффициентом эффективности затрат порядка 6,5 млн. рублей на дополнительный год качественной жизни. Коэффициент эффективности затрат на абиротерон во второй линии терапии медостатического рака предстательной железы тоже характеризуется величиной порядка 5,5 млн. рублей на один дополнительный год качественной жизни. Если говорить об иммунотерапии, то сегодня уже мы многократно говорили, что иммунотерапия доказала свою высочайшую эффективность при ряде злокачественных наобразований. Уже в исследованиях первой фазы мы с вами видим очень хорошую эффективность такого препарата, как пемпральзумаб, при лечении метастатической меланомы. Было показано, что выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость выше на пемпральзумабе по сравнению с эпилемумабом. И вот последние данные. Наблюдение уже в течение почти трех лет. Мы с вами видим, что на 44% увеличивается выживаемость без прогрессирования на пемпральзумабе по сравнению с эпилемумабом. Что касается общей выживаемости, то тоже мы видим увеличение на 30%. Но на сегодняшний день терапия метастатической меланомы – это, безусловно, крайне дорогостоящее лечение. Это касается как комбинации ингибиторов BRAV и ингибиторов МЭК, так и иммунотерапии. И вот мы с вами видим, что иммунотерапия первой линии действительно зарегистрирована на сегодняшний день во всех странах Западной Европы и в 59% стран Восточной Европы. Но при этом расходы на эту терапию возмущаются государством только в 24% случаев. То есть очень многие пациенты не имеют доступа к этим современным методам лечения. И на сегодняшний день во всех практически европейских странах проводились уже фармакоэкономические исследования по оценке эффективности затрат на инновационные препараты для лечения меланомы. Вот мы видим одно из последних исследований, опубликованное в 2017 году. Это данные по Норвегии. Что мы с вами видим? Мы видим, что по клинической эффективности, по результатам данного систематического обзора и метаанализа, пембролизумаб и неволумаб превосходят монотерапию ингибиторами BRAF и сопоставимы с комбинацией ингибиторов BRAF и ингибиторов МЭК. И при этом, если говорить о коэффициенте эффективности затрат, то он минимален именно для неволумаба и пембролизумаба. То есть эта терапия экономически все-таки более эффективна. Но чудес, конечно, не происходит. И авторы показали, что если использовать рутинный порог готовности платить для Норвегии, а это 56 тысяч евро на дополнительный год качественной жизни, то экономически эффективным может быть только терапия декорбозина. Но если снизить стоимость иммунопрепаратов и если повысить этот порог готовности платить, то вот мы с вами видим, что уже экономически более эффективной может быть и иммунотерапия. То есть шансы в этом отношении есть, но, безусловно, тут шаги должно делать вперед и государство, и производитель лекарственных препаратов. Что нам говорят результаты наших российских фармакоэкономических исследований? Вот результаты моделирующего исследования, сравнение терапии метастатической меланомы, пембролизумабом, ингибиторами BRAF, доброфенибом и вемурофенибом, и комбинацией доброфениба и тромитиниба. Мы с вами видим, что по результатам этого моделирования средняя продолжительность жизни на пембролизумабе будет практически такой же, что и на комбинации доброфениба и тромитиниба. И это, безусловно, совпадает во многом с результатами того исследования, которое мы только что видели по Норвегии. Что можно сказать о стоимости лечения? Если посмотреть на стоимость терапии в течение месяца, то мы видим с вами, что пембролизумаб обходится чуть дороже доброфениба и несколько дешевле вемурофениба. И, наконец, какие затраты мы учитываем? Здесь мы много сегодня обсуждали нежелательные реакции. Так вот, авторы показали, что затраты на коррекцию нежелательных явлений составляют от 1 до 2 сотых процента от общей стоимости лечения. То есть мы с вами понимаем, что абсолютное большинство затрат – это затраты, собственно, на иммунопрепараты. И какова же будет общая стоимость лечения? Вот мы с вами видим, что по результатам этой модели лечение метастатической меланомой пембролизумабом позволит нам снизить затраты примерно на 30% по сравнению с ингибиторами БРАВ, доброфенибом и вемурофенибом, и на 74% по сравнению с комбинацией доброфениба и тромитиниба. То есть мы понимаем, что с экономической точки зрения пембролизумаб действительно может рассматриваться как экономически приемлемый вариант, и общий объем затрат составит у нас около 4 миллионов на одного пациента. Если говорить о терапии немелкоклеточного рака легкого, то тут тоже проводилось моделирующее исследование, оно проводилось совместно с профессором Проценко Светланой Анатольевной, и мы с вами видим, что в данном случае сравнивали между собой неволумаб и пембролизумаб, при этом исходили из того, что препараты не различаются существенно по клинической эффективности, и вот мы видим, что по результатам аукционов за 2017 год чуть дешевле обходится пембролизумаб по сравнению с неволумабом, хотя терапия, безусловно, является весьма и весьма дорогостоящей. В базовом варианте анализ проводился для пациента с массой тела 70 килограмм, вот мы видим, что, конечно, львиная доля затрат – это затраты в первый год терапии, и общий объем затрат составит около 5 миллионов рублей, но при этом пембролизумаб в базовом варианте позволяет снизить затраты примерно на 6% по сравнению с неволумабом. Безусловно, при проведении фармакоэкономических исследований, а это исследования вероятностные, мы должны оценить, насколько надежны полученные нами результаты. С этой целью мы проводим анализ чувствительности результатов к изменению параметров моделирования в реальных пределах, и вот такой анализ чувствительности показал, что при изменении цен препаратов в реальных пределах, в принципе, экономически более выгодным может быть любой из препаратов. То есть в данном случае мы можем, безусловно, пользоваться минимизацией затрат. Еще один параметр, который также оценивался при проведении анализа чувствительности, это влияние массы тела пациента на стоимость лечения. И в данном случае мы можем говорить о том, что у пациентов с массой тела от 67 до 80 кг экономически более выгодным является использование пемпральзумаба. То есть так или иначе мы с вами можем говорить о том, что на сегодняшний день вот эта иммунотерапия, она безусловно требует увеличения затрат, но при этом она существенно улучшает прогноз пациентов. И поэтому, безусловно, на сегодняшний день нам нужно изыскивать возможности для увеличения доступности этой терапии. И для того, чтобы увеличивать доступность этой терапии, ну, конечно, в первую очередь мы должны добиваться увеличения бюджетных затрат на медицинские вмешательства и, в частности, на лечение данной группы пациентов. Ну и второй момент, тот, который мы только что тоже обсуждали, это очень важную роль имеют предикторы эффекта. Мы должны четко понимать, какие пациенты получат максимальную пользу от этой дорогостоящей терапии. И вот этот тщательный отбор пациентов позволит нам не только увеличить клиническую эффективность этой терапии, но мы увидим и более высокую экономическую эффективность. Благодарю за внимание, постараюсь ответить на ваши вопросы. И мы рады, безусловно, сотрудничать со всеми присутствующими. Если у вас будет желание провести какие-то фармакоэкономические исследования либо для ваших регионов, либо при какой-то нозологии, которой вы занимаетесь, безусловно, мы постараемся вам помочь. Спасибо большое. Алла Вселудовна, скажите, пожалуйста, все-таки вы ближе намного к этой теме, а все-таки все эти расчеты, анализы, они публикуются. А тенденция какая? Действительно, они реально учитываются? Они влияют как-то на тех, кто строит политику? Даже не знаю, ответить ли вам честно, но, наверное, отвечу все-таки честно. Дело в том, что мы, не мы, но в Санкт-Петербурге проводился анализ по тому, какими коэффициентами эффективности затрат характеризуются препараты, которые вошли в новый перечень ЖНВЛП и которые не вошли в перечень ЖНВЛП. Выяснилось, что у тех, которые были включены, коэффициент затраты эффективности был выше, то есть они были экономически менее эффективны, чем те, которые не включались. Но есть и позитивные моменты. Конечно, на сегодняшний день фармакоэкономический анализ, как вы знаете, это абсолютно необходимый элемент по 871-му постановлению для включения препаратов в те или иные перечни, для включения в те или иные федеральные или региональные программы. То есть то, что мы начали считать, это уже очень хорошо. То, что чиновники пытаются это воспринять, это тоже, в общем, неплохо. Но, безусловно, тут один из основных моментов, это все-таки то, что без увеличения финансирования вот этот Тришкин-Кафтан мы можем кроить бесконечно долго, мы можем действительно выделить деньги на какую-то группу пациентов, но мы должны четко понимать, что при фиксированном бюджете мы эти деньги, значит, отнимаем у кого-то еще. Но на сегодняшний день уже практически подготовлено, уже чуть ли не утверждено, но пока не утверждено в правительстве изменений к 871-му постановлению. И тут, опять же, я могу говорить о позитивных моментах, поскольку на сегодняшний день, если есть в зале люди, которые занимались экспертизой этих досье или занимались формированием этих досье, вы знаете, что для включения препаратов в перечень нужно, чтобы у препарата было не менее 4 баллов по фармакоэкономическим показателям. Для этого препарат должен быть не только дешевле препаратов-аналогов, хотя бы на 10%, но он должен еще и снижать нагрузку на бюджет. То есть автоматически очень многие инновационные препараты, они даже теоретически не могут войти, потому что мы с вами понимаем, что если препарат существенно снижает смертность, то, соответственно, мы пациента начинаем лечить, мы тратим на него деньги, и вот это снижение смертности, оно естественным образом приводит и к увеличению затрат во многих ситуациях. Сегодня рекомендуется уже отойти от этого жесткого пункта о 4 баллах по фармакоэкономике, потому что до последнего времени эти досье даже не рассматривались, если на экспертизе эти 4 балла не были получены. Сегодня все-таки будет, наверное, уделяться большее внимание эффективности затрат, а не только нагрузке на бюджет, потому что в последней редакции, которая вот действует на сегодняшний день, нагрузка на бюджет, она абсолютно превалирует над показателями эффективности затрат, и это, конечно, не идет на пользу пациентам. Спасибо. Я так чувствую, что вы очень близки к этим правительственным кругам, а там больше внимания уделяется все-таки смертности трудоспособного населения, которое сейчас во главу угла поставлено в проекте, как это называется, стратегии борьбы против рака до 2030 года или всем категориям пациентов. Вот мы сейчас очень активно дискутировали на тему, как помочь 75-летнему мужчине с прогрессирующим раком почки. Дело в том, что на самом деле, безусловно, если говорить о классической фармакоэкономике, в ее общем понимании, предотвращенные затраты при успешном лечении трудоспособного пациента, они выше, потому что у нас помимо прямых затрат, то есть затрат на лечение, будут еще и непрямые затраты предотвращенные, то есть это недополученный доход из-за того, что пациент либо стал инвалидом, либо был на больничном, либо умер в трудоспособном возрасте. Но поскольку средняя зарплата пока у нас не слишком высокая, а стоимость лечения у нас практически такая же, как в большинстве развитых стран, то, к сожалению, у нас вот этот вклад непрямых затрат, он, конечно, не так велик, как это мы можем видеть у наших западных коллег. Но, тем не менее, как один из эмоциональных аргументов, хотя, конечно, да, пожилой пациент, он действительно, для него не существует предотвращенных непрямых затрат, в данном случае экономическая эффективность будет чуть ниже. Но, наверное, все-таки у нас социально ориентированное государство, и, наверное, мы должны беспокоиться о здоровье не только трудоспособных граждан, но и о гражданах пенсионного возраста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok